Как совмещать воина и любящую женственную девушку? Да просто. А в чем сложность-то? Вы можете работать на какой-то серьезной работе. Приходить дома и общаться с ребенком из мамы. Правда? Вы же можете? А в чем проблема с женственной девушкой? То же самое. То есть вы же девушкой стали раньше, чем вы стали воином. Правда? Просто девушку эту не надо забывать. Как вы удерживаете внимание на себе в виде луча, пятна, как технически? Я думаю о том, что мне нужно, о своих планах. Я думаю о работе. Я мечтаю, я делаю техники. Или я думаю о том, что мне приносит удовольствие. Вот эти штуки. То есть думать о себе в плане приносить себе пользу либо то, что нам приносит удовольствие. Тупо сажусь и работаю. Своими делами занимаюсь. И не работаю, делаю вид, что работаю, а думаю, например, о чем-то или о ком-то. Нет. Я погружаюсь в работу. Сначала сложно, потому что мы садимся, начинаем что-то делать. А мысли о бывшем, например. Какая самая болезненная тема у женщин? Это бывшие. А мысли о бывшем. Так вот, они туда, а вы их сюда. Они туда, а вы их сюда. То, о чем нам нравится думать, нам приятно. Какие-то хорошие воспоминания. Планы на будущее. Строим планы на будущее. Люди, которые нас любят. Приятные воспоминания, ощущения. Это все приветствуется. Приветствуются мысли, которые приносят нам пользу. Обыкновенные планы, какие-то действия. То, что принесет в будущем. Как это, профит. Ну, в общем, принесет прибыль. Наши навыки. То есть мы садимся и начинаем учить языки, заниматься искусством, читать, работать. И уходим в это с головой. Вместе с нашим вниманием. Вот это удерживать на себе. Мы удерживаем на себе, на наших делах. Учусь любить себя. Я заметила, что прежние подруги неинтересны. Это нормально, это нормально. Это знак того, что вы растете. И там могут быть две дороги. Либо подруги догоняют вас. Потому что сейчас саморазвития очень много. И кто-то тоже начинает идти за нами. И мы смотрим, ага, сначала мы немножко обогнали, а потом человек нас догнал. И хорошо стало. А бывает так, что не догнал. Ну, мы просто догнали кого-то другого и стали общаться с ним. Отношения на расстоянии. Как сохранить? Отношения на расстоянии – это такая штука хитрая. Если вы изначально выбрали отношения на расстоянии, например, вы создали отношения на расстоянии, имеет смысл покопаться в своих убеждениях, там может быть избегание реальных отношений. Понимаете? Потому что у здоровых, нормальных людей отношения на расстоянии – это, честно скажу, такое. Такое. Либо люди находят выход, как же все-таки соединиться. Если вдруг случилось так, что одного послали по работе, и, в общем, все, надо ехать. Второй тут еще со своей работой. И, в общем-то, как-то, как-то, как-то. Но потом люди приходят к общему знаменателю и соединяются. Это когда есть любовь и когда нужны отношения. Вот правда, когда нужны отношения. Люди находят выход. Когда эта ситуация очень сильно затягивается, там куча вторичных выгод, еще что-то непонятное. Поэтому вопрос вообще в реальности должен стоять так. Не как сохранить отношения на расстоянии, а как быстрее сблизиться. Вот как быстрее сблизиться. А как сделать так, чтобы отношения на расстоянии все-таки в нормальные отношения переросли. Другой момент, что, например, у вас союз, да, вашим отношениям сколько-то времени. И сейчас случилось так, что он там, а вы здесь. И вы начинаете переживать за эти отношения. Как же их сохранить, да, чтобы там, если карантин застал вас в разных точках земного шара, как же эти отношения сохранить. Тут не то, что сохранить. Я не хочу, я из эгоистических побуждений, не хочу, чтобы вы держали фокус на сохранении. Пусть он держит фокус на сохранить. Ну пусть он держит фокус на сохранить. Почему у вас об этом должна голова болеть? Как вам что-то сохранить? А вы общайтесь, просто общайтесь по максимуму. Конечно, говорить хорошее, потому что в момент тревоги какой-то большая ошибка начинать транслировать эту тревогу. и цепляться к человеку. То есть, например, вам тревожно и ему тревожно. Вы в разных странах находитесь. У вас там люди умирают, у него люди умирают. И вы начинаете это... Одно дело, когда вы просто делитесь чем-то, какими-то фактами, но все-таки удерживаете фокус на том, что я люблю тебя, ты любишь меня. Отношения – это мужчина и женщина. Отношения – это не количество умерших в одной стране или в другой. Плохо, когда люди окунаются в свою тревогу и начинают из-за тревоги, очень часто неосознанно, дергать партнера, чтобы успокоиться с помощью него. Успокаивать мы должны сами себя. Успокаивать мы должны сами себя. И здесь не нужно ни на кого надеяться. Мы можем разделить с кем-то чувства. Конечно, одна семья, мы делимся чувствами, и мы помогаем друг другу, успокаиваем. Но все-таки, возвращаясь, принципиально, первая, простите, пример принципиально, первая ответственность все-таки за вами, за нами, успокаивать самих себя. Мы не несем какую-то хрень человеку и говорим, вот, смотри, вывалила кучу. Успокаивай меня, я бедняжка, я волнуюсь. Да у человека может не быть ресурса нас успокоить. У него может быть вот такая голова. Его, может быть, самого нужно успокаивать, он просто держится и не делится своими тревогами. То есть мы должны, как это, авто... Так и не посмотрела. Авто... А вот такой ударся. Мы должны сами о себе заботиться. Мы должны сами останавливать своих тараканов. Мы должны сами свой вот этот борщ в голове что-то с ним делать. Тогда с отношениями будет все хорошо. Почему, говорится, чтобы отношения были успешными, нужно два взрослых человека, чтобы оба были взрослыми и чтобы они оба хотели отношений. Взрослые, здоровые и хотели отношений. Даже любовь не настолько важна, сколько взрослость, которая подразумевает ответственность. Здоровье, ментальное прежде всего. Что случается у большинства людей? Люди еще не выросли ментально, но они уже построили отношения. И им кажется, одному кажется, к примеру, что она должна постоянно что-то там делать для него, готовить, убирать и что-то там еще. И ей постоянно кажется, что он тоже что-то постоянно должен делать. Брать ее проблемы на себя, успокаивать эту истерику и так далее. Он же мужчина, и он постоянно должен. И вот когда люди строят отношения не из изобилия, как отношения строятся из изобилия? Я взрослая, я счастливая, я здоровая, я хочу отношений. Мне в принципе хорошо, но мне бывает иногда скучновато. И я хочу свое хорошо делить с кем-то, чтобы было веселее. Это отношения из изобилия. У меня все есть. Я не хочу мужчину для того, чтобы он меня обеспечивал, чтобы он лечил мои травмы детские, чтобы он там что-то еще делал, да? И то же самое мужчина. То есть мне хорошо, я не больной на голову, я не нищий, мне не нужна бесплатная уборщица, там кухарка, еще-еще-еще что-то в одном лице и так далее. У меня все хорошо. Я хочу женщину в своей жизни, чтобы делиться с ней этим хорошо, да? Чтобы было с кем-то пойти в кино, поехать в путешествие, посмотреть в окно и сказать, как же красиво, ты посмотри, как классно, медвежон, да, котенок. Вот оно. Это отношения из изобилия. Очень часто отношения создаются, и мои первые и вторые отношения создавались из недостатка. Из недостатка элементарного. Ничего сама не могу, не умею, по жизни я никто. Мне, конечно же, нужен мужчина, чтобы срочно я стала кем-то и чувствовала себя защищенной, и вообще съехала от мамы. Все, вот такие первые отношения, да? Соответственно, что делают? Люди дергают друг друга постоянно. И на расстоянии эти недостатки, они все обнажаются. То есть люди продолжают дергать. И тот, кто зависит больше, он больше дергает за нитку. Тот, кто зависит меньше, он вдруг начинает понимать, зачем я ее или его вообще слушаю. Я же могу не брать трубку. Понимаете, да? То есть когда люди живут вместе, они привыкают, у них там совместная ипотека и так далее. Есть какие-то ритуалы, сложно вырваться из этой паутины. Когда люди разъезжаются, обнажаются слабые места, и вдруг до того человека, кто зависит меньше, доходят вдруг, да я вообще могу не брать трубку. Я могу сказать, что я задержался, задержалась на работе. Я могу сказать, что у меня интернет плохой. Да не хочу я вообще с ним или с ней разговаривать. И все, да? Поэтому возвращаясь, чтобы сохранить отношения, встаньте на место человека. Вам бы самой собой захотелось созваниваться? Захотелось бы себя слушать? Захотелось бы? Вы несете какой-то заряд, позитив? Говорите ли вы что-то хорошее? Приятно ли это все слушать? Да? И вот это самый простой момент. Самый простой... Разучилась уже. Самый простой... Что это самый простой? Метод. Метод. Сохранить отношения. Почаще вставать на место другого человека, смотреть на него своими глазами. С ней вообще интересно? Да? Или она превратилась в истеричку? И кроме проблем она ничего не транслирует? Хочется этот приемник уже заткнуть. Конечно, интересоваться. Если вы никогда не интересовались... И, кстати, я думала, что это норма. Зачем объяснять такие простые вещи? Я думала, что это норма. Но нет. Вот из консультации с моей клиенткой, когда у него муж поехал куда-то там, на другой конец земного шарика, оказалось... Все-таки, если вы этого не делаете, задавайте вопросы о самочувствии человека. Не в смысле мамы, конечно. Здесь не нужно перегибать. Да? То есть... Вопросы о самочувствии, куча советов, которые никто не просил. Но всегда нужно спрашивать, как ты спал? Выспался ли ты? Устал ли ты? Отдыхаешь ли ты? Как ты себя вообще чувствуешь? Волнует ли тебя что-то? Или тебя что-то радует? Да? То есть... Спрашиваем о том, как же человек себя вообще ощущает, чтобы понять, чем он дышит, как он живет. И станет ясно, от чего плясать.